Первый резервный день до срочного периода ЕГЭ. Сегодня выпускники прошлых лет сдают экзамены по выбору. На 406 пункте это литература, химия, английская история. Заявлен 31 участник. В этом году итоговые испытания проходят в обычном режиме из-за стабилизации ПИД-обстановки. На входе экзаменуемых не проверяют температуру, наличие маски по желанию. Все аудитории подготовлены заранее. Мы имеем 8 аудиторий для проведения издачи экзамена. И эти аудитории все оснащены нужной техникой. Присутствуют федеральные инспекторы, федеральные наблюдатели. Все работники в органе пришли на пункт. Для проведения единого государственного экзамена у нас созданы все хорошие условия, чтобы участники себя чувствовали уверенно и комфортно. Начало экзамена ровно в 10 часов. Волнение участников очевидно. Не все спешно заходят в аудиторию. Морально готовит себя к тестированию Магомед Патиев. В прошлом году он сдал эксцердам биологию, химию, общество знания. Были планы стать врачом, но передумал. Говорит, что душа не лежит и хочет попробовать себя в другой профессии. На какие ты баллы рассчитываешь? На все 100. Ты сдаешь историю, а куда ты хочешь поступить? На юриспруденцию, юридическое образование хочу взять. Оно более востребованное в нашей республике. И с юридическим образованием можно больше выборов, куда можно выйти на работу. Нервы перед сдачей ЕГЭ участников наколены. И это становится причиной провальных результатов, говорят организаторы. Панические атаки, повышенное артериальное давление, головокружение. Подобное состоянию экзаменуемых часты. Оказать помощь не готовы в медпункте. Ребенка быстро доставляем к пункту. И если в этом месте необходимость, если он себя плохо чувствует или не может продолжить дальше экзамен, естественно, составляется акт о досрочном завершении экзамена. После длительных умственных нагрузок требуется психологическая подготовка. По словам специалистов, это исключает эмоциональное выгорание. Проверить свои знания в досрочный период ЕГЭ планируют около 14 тысяч участников. По всей стране задействовано 307 пунктов. Перейти экзамены по биологии, физике и информатике. Их проведение запланировано на 13 апреля. Следующие два резервных дня для сдачи ЕГЭ запланированы на 15-18 апреля. На этом досрочный период ЕГЭ заканчивается и стартует основной. Он начнется с 26 мая и продлится до 2 июля. Дана Плеева, Асхабила, Киев, Новости 24.